так вот дубль два или три с третьего раза я пытаюсь снять как готовит фатима ужин из сельдерея лук нарезается он не нарезается он нарезан великий комментатор за кадром или видео закрою или комментируй оператор нашей фарсим и ханым который готовится еду вернее из сельдерея так он пришел на помощь ее муж так нарезала на сельдерей там был клубин сельдерея теперь травка это лук так комментатор из меня конечно ужасный но будет все это варится или палец готовить будет муж скорее всего все мы нашли повара на сегодняшний день повара нашли закроемся когда все будет готово на фатима раз позовет это где-то где это дайте круче рубрика ужин нужно кухне нужно кухне вот вот ищет ищет что он ищет не знаю он все прекрасно знает где на кухне что лежит я тоже здесь это по голосу тебя не слышно я записала магнитофон поставил за кроме она нам дает всегда оливковое масло сколько живым разу оливковое масло не покупали будет оливковое масло еще что он делает что он делает так достает старый пакет от язмана по-моему на этой кухне очень много людей что происходит они нашли графин мне нравится эта зелень какая она яркая красивая так сейчас будут смотреть что будет делать ее супруг он культурно хочет смотри идя отсюда все он сделает сам а мне остаться операторов так закроет все не облегчили мне работу поварюшка за меня никуда сегодня вот какой красивый графин то для оливкового масла нашли вот девочки мальчики рубрика что на ужин сегодня ничего особенного приготовила еду точнее я супер нарезала готовил и муж из селедерей это у меня есть рецепт на канале. Киригзимей называется. Турецкий пиляву. Это просто обычный рис вареный. И салатик, зеленый салатик. Огурец, зелень, которая была в холодильнике, зеленый лук и листы салата. Ну и испекла я все-таки шарлотку. Уже сколько дней собиралась. Первый раз опробовала сегодня свою духовку. Поняла, что она от моей старой отличается. Моей старой, например, я на 180 градусов могла спокойно печь шарлотку, бисквит. Все, я могла спокойно печь на 180 градусов. В этой же духовке не хватает 180 градусов. Мне пришлось повысить на 200 и тогда хоть чуть-чуть поднялся бисквит. Все, нам приятного аппетита и всем, кто застал дом. Привет, привет, мои хорошие. Я сегодня в центре города на Коноке. Мы с десятками из Ули выехали покулять. Сегодня такая прекрасная погода, знаете, уже как будто бы весна наступила. По-моему, градусов 13. Здесь, если не ошибаюсь, Зулечка там фоткается. Я с дитяшками. Вот они, мои дитяшки. Они спят хорошо очень на улице. Они вообще у меня прекрасно спят. Сынуля первое время капризничал на улице. Сейчас уже привык, уже не капризничает. Вчера тоже мы целый день гуляли. Целый день он спал. По возможности поснимаю. Пока жду Зулечку, покажу вам окрестности. Вот здесь, на просе, огромные кактусы. это метро. Зулечка, что-то не вижу. Украли мою красавицу. Здесь продают бутерброды, любимые турецкие. Вон там вареная кукуруза и Бургер Кинг. Мороженое, которое я очень люблю. Сейчас надо будет взять. Сегодня мы приехали, кстати, на автобусе. Не стали ехать на такси, чтобы не разбирать, не собирать коляску. Проще было нам в спящем состоянии, которые детки лежат на коляске, спят с этой коляской въехать в автобус. На нашей остановке автобус бывает полупустой. Мы спокойно приехали, кстати, намного удобнее, чем на такси, чем на машине. Вот. А проезд у нас уже 3 лиры стоит. 3 лиры это где-то 39 рублей. Господи, какое небо, какая красота. Вот такие моменты ощущаешь себя, как в раю. Смотрите. Какая прелесть. вот мои вкусняшки. Вкусняшкам моим не холодно. Они у меня одеты в теплые комбинезончики. Под ними теплые пледы и сверху вот эти укрыты. Поэтому им не холодно. На всякий случай я взяла с собой дождевик. Вчера приехала посылка моя из Махачкалы. Помните, я одежду отправляла посылкой. Вчера эта посылка приехала. Одна приехала вчера, вторая сегодня. И вот в посылке был дождевик мой. Так что он с нами. Если вдруг ветер поднимется или дождь будет, детки будут защищены. Ну все, пока закрываю я. Всем хорошего настроения. Надеюсь, вам будет приятно смотреть видео дальше тоже. Ну как же без знаменитой площади из мира башня. Почему-то закрыто, видимо, я не знаю, может там что-то реставрируют внутри. Местные голуби их кормят здесь и там же гоняют детки. Ну все, как всегда, ничего не изменилось. Я туда с детьми не стала, заезжает народу много. Да и голуби разносчики инфекций. Ой, да они тут наверху, господи. Посмотри на этих голубей, зуль, наверху. Небо такое красивое. Мы направляемся в сторону моря. Деточек к морю поведу. Все так удивляются, когда видят двоих детей. Машал, машал, а все. Приятно? Трамвай уже полностью заработал. Я так на нем ни разу и не ездила. Ой, ну погода просто супер-пупер. Где мой зульчик? Ну я не могла маму такую музыку не заснять. Так и хочется в пляс спуститься. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ай, какие веселые, задорные. Зуль, там в кошеке у меня мелочь достань, да? Пару этих возьми и езжай. Вот мы потихонечку ближе к морю подошли. Народу многовато здесь. Я уж как-то отвыкла или мне это кажется, что много народу. Паромы приплывают, уплывают, приплывают, уплывают. мои птенчики все так же спят. Надо будет где-нибудь присесть в кафешке, остановиться, чтобы их покормить. море просто очень красивое сегодня. Очень-очень цвет. Такое гладкое, прям ровное, как простыня сейчас шавки беет, как говорят турки. Ближе подойти не могу. Здесь вот на такой спуск. А коляску оставив, я туда точно не пойду. Сейчас Зулечка подойдет, я ближе подойду. Летом, конечно, здесь будет красота, деревья не будут зеленые, ой, будет зеленый. О, доча проснулась, потому что мама стоит, не качает коляску. Моей принцессе все время нужно качать, качать ее надо. господи, какое море. Море, небо, бесподобно просто. Ой, даже ближе подходить не нужно. Так все хорошо видно. Красота. Ну что, мамаша, как тебе гуляется в солнечную погоду? Отлично она гуляет. Все, она сзади меня смотрит, чтобы я не упала. Ну, ты можешь упасть на ровном месте. Девочка спит, наша принцесса. Мальчик проснулся, ему все интересно, но пока он сонный. Прогулка сегодня, да, прогулка сегодня с уку. По-моему, я сейчас людей столкну, нет? Люди расходятся, это не махачкана. Это хорошо. Мне само за себя просто страшно. А когда в море залезало, не страшно? В море я и не залезала, прям не рассказывай всем это. Расскажу. А какое солнышко, все, солнышко будет сейчас позади нас? И мы снова с вами. Мы идем в кафе. Почему? Ведет в какое-то кафе? Красивое. Красивое. Я там была, когда беременная. Я туда ходила сейчас в море. Ой-ой. Аслан. Аслан. Не идешь. Аслан. Он еще сонный. Он сонный маленький. Вот. Прошли перекусить. Или пообедать. Или полдник поздний. Что-то вроде этого. Такое интересное заказала Фатима. Блюдо из мяса. Это вроде как решка, оливы. Дальше я не знаю. Фатима укачивает детей. Там тоже детки плачут. Я заказала свое любимое. То, что ела обычно в Дагестане. пирожное. Фондан он у нас назывался. Здесь я не знаю, как он называется. Сидим мы вот так вот. Проснулась девочка. Теперь ее тоже надо кормить. Мальчика покормили. Все. Наша подсимочка. Мать героиня. Заведение мне очень понравилось. Я здесь первый раз. Следом вообще будет красиво. Да, цветы очень красивые, но там очень много людей сцед, я не хочу снимать. Наверное, им не понравится, то, что они едят, а их снимают. Да, как нашей Захрашке не нравится, наверное, что мы ее снимаем, она перекусила я немножко, знаете, с двумя детьми, посидеть, поесть, спокойно даже не получится. Быстро, быстро, быстро поела. Зуля быстро, быстро там свой десерт поела, потом детей укачивала. Почему-то, как мы пришли в это кафе, дети начали капризничать, сперва сын начал капризничать, потом дочь начала капризничать, что с ними сегодня непонятно, ни он нормально не поел, ни она нормально не поела. Сейчас мы потихонечку пойдем к мужу на работу, потихонечку, потихонечку, сейчас они спят, представляете, мы оттуда встали, они спят. потихонечку будем направляться в офис, там я их переодену и накормлю нормально уже, а да я. Погода все такая же прекрасная, там у нас море, красота. ой, все, закроюсь. Наша набережная. Уже потихонечку темнеет, нет, темнеет рано сказать, конечно, а вот это солнце село. Вот сейчас мои лапуськи спят. но небо все равно очень красивое. Красота. Я так жду, когда потеплеет, наконец-то весна настанет. чтобы детей так сильно не кутать и не будет проблемно их выводить, потому что их пока одеваешь, они все-таки плачут. Мой сын вообще не любит, когда на него головной убор одевают. А когда будет тепло, мне кажется, он с удовольствием будет гулять, потому что он очень любит все разглядывать. Я заказала три лече, не стала брать мороженое отдельно, потому что три лече тоже предлагается мое любимое карамельное мороженое. Сдули, официант посоветовал Казан-Диби взять, попробовать, посмотрим, понравится или... Попробуй, здесь, знаешь, что я заметила, огромные десертные ложки, я всегда просила их наносить мне маленькие. Это похоже на пудинг, мать. Ну да, похоже. манная каша с мороженое. Смороженое. Манная каша. Слышали, манная каша говорит, с мороженое. Вот это было вкуснее. Вот это. Ладно, нам приятного чая питья.